Привет Беларусь! Привет Беларусь! Привет Беларусь! Привет Беларусь! На меня уже завели уголовное дело за призыв к захвату власти в Беларуси. Что тебя за это грозит? Ну от семи до десяти лет лишения свободы. Я не помню. Я имею в виду, что вы ждете... Организация фонда? Ждем ответы. Опять все равно, это не так рады, что... Мы обратились в латвийское посольство. Посол нам дал инструкцию, как что делать. Он придумал нам легенду, чтобы не было никаких проблем на границе, что мы едем якобы к больной тете в Даугавпилс. Удачи за окружность. Класс, открывай. Класс, открывай. Пошли, 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 пошли. А что ты пошли? Пошли, 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 пошли. А что ты пошли? Делали операцию, потом я попал в реабилитационный центр Вайвори, где реабилитировался, потом с ноги стало хуже, я перенес вторую операцию, и сказали, что полностью нога не восстановится, но я улыбнулся, сказал, что все будет хорошо и восстановится, я буду за это бороться. Остались дети в Новополоцке, которых надо обеспечивать и очень-очень большая проблема, как, скажем так, в ежедневном плане, так и морально бьет то, что нам не дают работать. Меня никто не избивает, что меня не поджидают бандиты в масках возле подъезда, что меня не хотят посадить в тюрьму, что мои дети засыпают спокойно и не слышат взрывов, выстрелов там под окном, не плачут. То есть для меня главное было спокойствие. Это вот то, чем бывший президент Лукашенко нам и сейчас угрожает. В Беларуси тысячи людей живут на 3 евро в день, это пенсионеры и государства им не платят ни за коммунальные услуги, ни за лекарства, поэтому то, что делает Латвия, это хорошо и на этом спасибо.